Итак, друзья, с вами снова Аннет. Мы приехали на территорию бывшей РЛС Дунай. Проезд сюда есть, на эту дорогу, но он весьма стрёмный. Вот такой. То есть мы не рискнули. А дальше там просто перекрыто. Вот. Поэтому дальше мы идём пешком, но тут как бы пешком не шибко далеко. Так что дойдём, прогуляемся. Не знаю, что нас там ждёт, но, возможно, там нас ждёт что-нибудь лучше, чем то, что было на предыдущей точке. Мы пытались заехать на территорию, где расположены знаменитые шары противоракетной обороны под Нарфоминском. Бывшая ёлочка. Очень такое место знаменитое. Вот. Но там оказалась просто какая-то дичайшая толпа народу. Там около основного входа, который, ну, где все обычно заходят, там стояло 4 машины и целая толпа просто людей, которые туда явно приехали надолго и, судя по всему, на пикник. Дальше там вдоль этой ёлочки на другом заходе там тоже стояла какая-то машина. Вот. В общем, мы решили, что там делать нечего и да ну его нафиг. Так что мы пойдём вот сюда и посмотрим, что здесь есть. Надеюсь, там будет что-нибудь более интересное, чем просто ничего. Но, как минимум, здесь красивая очень природа. Здесь очень хорошо дышится. Здесь красивый лес по сторонам этой дороги. Сама по себе дорога удобная. Как бы жалко, что она перегорожена, что к ней не заедешь. Вот. Ну, пойдёмте. В общем, тут явно были недавно люди, потому что здесь есть свежие следы автомобильных шин, которые явно... Это уже не свежие. Почему не свежие? Дождь был, Саш. Дождь был когда? Позавчера. Да, и ещё ничего не просохло. Даже это самое... Свежачок. Дождь был позавчера, значит, или вчера, или сегодня кто-то приезжал. Ну, вот это позавчерашние где-то. Они не такие уж свежие. То есть, скорее всего, кто-то оттуда уже уехал, тот уже... Ну, в общем, короче, непонятно. Пока идём дальше. Хочешь сказать, что вот это не свежие следы? Это мотоцикл. Вот какая разница, всё свежее. Да. Место для отдыха? Ну, на. Круто. Я говорю, мотоцикл. Ну, может, и мотоцикл. Но вообще вот здесь следов не видно. Никаких. Понятное дело, потому что тут была луж два дня назад. Да на, и сейчас тут. Вон, видишь, ещё одно такое же. И вот они вдоль дороги так и идут. Ты думаешь, ты знаешь, что это? Это электрические коммуникации подземные. Это не бомбоубирующие. Да, всё правильно. Это именно головки этого самого, вот этого канала, где к ней питаловый идёт. Ну да. Ещё какой-то раздрай со вполне свободным входом. Там сбоку был проход. А потом что ещё из окна? Вот тебе, пожалуйста, проход. Сейчас посмотрим. Не волнуйся. Если тут глянуть, что тут есть. Собственно, тут ничего особо интересного нет. Тут все стены снесены. Потолок обваливается. Там ничего интересного. Да, это неинтересно. Оно может уходить на здание. Самое полотно бывает отдельно ставят такой сетки здоровенной. Ты знаешь, я когда смотрела старые фотографии этого места, если только это были фотографии именно этого места. Он как раз стоит на здании. А, нет, видишь? Вон ещё. Вижу, вижу ещё головок, да. Вот здесь вот. А, точно, вот. Вот оно. Что, ты хочешь сказать, что вот это и есть было антенное полотно? Ну, с другой стороны. Вопрос в том, куда оно было отправлено. Вопрос в том, куда оно было направлено. Куда оно векло. Наверное, от Москвы. От Москвы-то понятно. Видишь, это не совсем здание. Ну, оно, конечно, здание, но вот эти все фитеры, они располагались вот здесь. Нет, ну это довольно громадное здание. Так-то. А, нет, слушай, не тебя. А, я понял. Нет, слушай, подожди. Не тебя. Это, наверное, тоже одной. А, блин, вёк. Оно же могло быть, что знаешь, каким? Каким? Так, слушай, подожди. Внутри так не делать нечего. Оно же, смотрите, что снаружи. А почему внутри делать нечего? А внутри там куча макалолома и мусора ничего не найдется. Ничего не найдешь. Ну, графики, может, найдешься. Нет, это не то все. Охренеть! Вот это красота! Да какая красота! А, слушай, вот смотри, вот эта, соответственно, Киталова, она могла и вообще вверх даже светить каким-то образом. У нее наверх могли быть антенны. Слушай, ну, я тебе говорю, мне кажется, я видела одея настоящее на фотографиях. Одея настоящее, это надо обходить в здание. Но оно было где-то рядом со зданием. Вот это да! Да, да! Да, горело! Я же вам говорю, здесь должно быть классно! Как огромное заброшенное здание! Это же так классно! Смотрите под ноги! Охренеть! Как страшно! Ух ты ж, ебать, как страшно! Ночью! Да, ночью, без фонариков. Охренеть! И ни одна. Еще здесь пили, поэтому стекла тоже есть. Осторожно, осторожно! Здесь не пили, думаю, стекла и могли быть. Что это? Охренеть, как здесь страшно! Я нашла лестницу наверху! Охренеть, как здесь страшно! Вам не страшно? Вам не страшно? Клинцы! Как хорошо, что у меня такой мощный фонарь. Главное, под ноги смотреть. Ух ты, как здесь интересно. Смотрите, там какой постамент. Вот, вокруг него идет такая канава. Да, там такой же с этой стороны. Вон там, видишь, куда я прям свечу сейчас впереди тебя? Там кабеля выходили. И вот они были проложены вокруг вот этой всей штуки. Здесь что-то стояло. Классно. Столько охеренно. Стояло какое-то электрооборудование вот в этих штуках. Вот, может быть, какие-то трансформаторы, я не знаю. Может, техника. О! Чего? Вот это видишь? Вижу. Это фундамент антенного полотна. Серьезно? А как ты туда подошел? Я думаю, как-то... Вот тут все можно. А, они выходят. Может, пролезь сюда, здесь ни хрена нет. Ну-ка. Если приглядишься, как вот они выходят. Угу. Видишь вот те каналы под зданием? Да. Да. Вот. Вот они, собственно, это выходили вот эти, собственно, вот эти антенные кабели. Ну да, их, конечно, все просто подпилили. Естественно, их уже ни хрена нету. То есть, и вот там ты уже ничего в здании не найдешь. Это просто куча кирпичей и больше там ничего нет. Не, ну естественно, что тут особо ничего такого ценного уже не найдешь. Так. Ну. И вот как раз вот это вот. Это вот. Здесь, получается, у тебя стояли тоже какие-то части усилителей стояли. А, усилители там все-таки какие-то были, да? Да, это какие-то русские усилители. Но это какие-то совсем оконечные каскады были. Вот. И они как раз шли на вот это полотно. А, ну вот оно, да. Это похоже на него точно. Это вот. Похоже на то, что было на фотках. Вот эти вот хреновины. Вот на них он как раз стоял. Вот смотри. Вот здесь вот терматура. Видишь, какие толстенные все самые? Ну да, да. Видишь, какие они жирные? Ну да. Вот. Тут все просто. Вот. И то есть вдоль вот этого всего здания, то есть, вот это и есть, получается, командный пункт. Угу. Командный пункт. Там, соответственно, вот эта часть усилителя и прочее. Вот. И они его водили сюда. То есть направленная она была куда-то кустрована. Вот. Я не знаю. А вот там? Не знаю. Ну не, ну можно по карте посмотреть, что там. Вот. Да фиг знает. И вот здесь вот, видишь, вдоль, вдоль всей вот этой стены тут вот такие вот у тебя эти, как их… ниши. Ниши. Да, ниши. Собственно, где у тебя стояли какие-то вот куски вот того, что генерит сигнал у тебя, там, приемный передатчик, соответственно, это там все было. Вот. А вся антенная решетка, она стояла вот здесь. Вот. Ну вот да, вот. Потому что ее на карте со спутников видно не было вообще ничего. Понятное дело, как ты ее тут увидишь, что нет ничего. Вот. А на фотографиях старых, ну видимо… Ну вот смотри, вишня какая была. Да. Она была наклонена. Ну да. Видишь, они сделаны такие вот, ну, как бы под наклоном. Ну да. То есть, в общем, вот такой вот этот самый имел наклон. Ну да. Вот там под 90 градусов, а здесь нет? Ну да, 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 да. Вот. То есть она еще немножко ее была наклонена. Вот. Ну она так и была на фотографиях изображена, как раз такой примерно вот с наклоном. С одной стороны ровная, а с другой стороны с наклоном. Ввиду того, что она называлась Дунай, это то есть одного того же разряда, что и Дон, Днепр, а нет, Дон своя собственная. Днепр и Дарьял. Это самое. После, видимо, Дуная как раз пошла серия В. Воронеж, Воркута и что-то еще. Вот. Вот какие-то расколки. Какие-то трупы. Это ерунда. Слушай, это фигня. Вот видишь тоже это самое для обслуживающего, для обслуживания вот этого всего говна тоже вот тебе проход есть. Ну там... Металлическая какая-то штуковина. Ну как, там атмосфера. Там жутики. Какая атмосфера там? Заброшенности. Вот. Тут вот кто-то потерял туфлю. А здоровая она была какая, а? Огромных размеров. Слушай, а тут валяются куски керамические. Это какая-то оплетка была, да? В смысле, как они, господи? Вот, керамические куски валяются под ногами. Круглые. Это вот что такое было? Вот это. Вот это? Да. Это изоляторы. Изоляторы? Причем это не керамика. А что это? А нет, подожди. Это керамика. Подожди, это знаешь что такое? Ну? Да, да, это изоляторы все правильно. Да, 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 это керамический изолятор. Ну да. Их тут довольно прилично так валяется. Ну блин, понятно дело, извини, все это говно питать. И они как спиливали все это. Такая это должна быть. Все спилили, а, козлы. Жестянщики. Какое питовое должно быть? Почистую просто. Если хотите сюда приюхать, знайте, все укрою надо вас. Если вы хотите приехать сюда, чтобы что-нибудь украсть, естественно. Ну, да. Если хотите посмотреть на огромные кусочки, пожалуйста, какие-то тоже штуковины. Не знаю, что это такое может быть. Грустно, конечно, потому что ее вообще все спилили. Прям грустно. Зато он туражный. Прям грустно. Здесь горело все. Здесь, говорю, горело все. Здесь тоже такие же комнаты с кабелями. Какие-то, видимо, усилители были. Вода копыт. 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 Какие-то здесь. Такое машины выдается. Очень интересно. Ого, ни хрена себе. Здесь все обрушилось. О, какая. Длинный, 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 темный коридор. Смотрите, здесь совершенно точно будут поможенные камни. Поэтому здесь все и вскрыто. Сюда просто вытащили. Они не туда вот уходили. Поэтому, видите, здесь вот здесь дыр есть. Просто, когда мы сейчас это вскрывали, играли в кабелях. Ну, может и так. Но я больше верю в то, что это жестящики всякие. Слушайте, вот это был лифтовый шахт. Ну, очень похоже на лифтовый шахт. Тут там какие-то крепежи. На верху. Сейчас есть лифт. Значит, рядом должна быть лестница. Вот, она шла лестница. Отлично. Лестницу я нашла. Лестницу я нашла. Илюми. Очень вкусный. Хорошо, что я не сумяла. Вот, как я делаю. Немножко. У меня нет. Мне нужно очень приятно. Да, вот как у меня. Запакой я ухал. До тех пор. Охренеть! Охренеть! Вот это, поднятие! Здесь все побрушилось. Мы помогли. Если горело, то само побрушилось. Здесь остались внутренние стены. Частично. Вот смотрите, какие они. Видите, куски стены. Шутки. Кстати, что это? Что это обрушилось? Я не вижу перекрытий. Такое ощущение, что это был просто высокий зал. Возможно, так и нужно. А, это могли плиты. Вон там, тут у нас потолка обрушится. Съемчик. Ну да. Наименее ценного члена экипажа вперед пропускаем. О, господи, оно какое-то бесконечное. Здесь только площадка, разве что с высоты посмотреть на все это великолепие. Нет, это все обрушилось как раз, вот оно. Мы туда заходили, вот они перекрытия, вот они все и обрушились, потолки. Основная конструкция стоит. Хорошие несущие стены. Ну, тоже не факт, кстати, так что, чтобы прям все бы сложилось. Что у нас еще осталось наверх? Куда залезть? Слышали? Слышали? Какая прелесть. Да, уж это неожиданно. Спасибо, Тим, кто-то нарисовал, он нас немножко испугал. Здесь можно еще подняться выше, но там, как бы, вот видите, да. Пожалуйста, вам тоже браффити местные, здесь были кабели, их все попиздили уже. Вот крыша. Офигеть! А кто-нибудь посчитал, на сколько этажей мы поднялись? Четыре. По-моему, четыре. Это не четыре этажа, ты понимаешь, высота. Это даже и шесть. По пролетам, я имею в виду. По пролетам, да. Вот там, кстати, по ходу, вот в том месте, где... Вот там вот. Там, скорее всего, может быть, вход в какой-нибудь... Или бомбарь, или хранилище. Как же офигенно красиво вообще. Я, честно говоря, не знаю, что у меня вообще на видео получится. Но здесь прям невероятно классно. Огромная крыша, но я бы по ней не рекомендовала шибко ходить. По одной простой причине, что она может обвалиться. Поэтому... Ничего, нет? Да, пойдемте вниз. Где-то птица родилась. С тем, у нас начался дождь. Правда, пока не сильный. Да и, в общем, сильного, наверное, и не будет. И мы потеряли нашего Сашу. А вместе с ним потеряли и Тему. Мальчикам, как обычно, неинтересно смотреть на заброшки. Это мы тут трио идиотов. У вас как адреналинчик шарышит? Шарышит адреналинчик? Нет, действительно. Сыростью прям воняет. Да, здесь тоже с таким же... Вон там какая-то гора прям этих микросхем или чего-то, я не знаю. Каких-то деталей. Нашли кусок артефакта. Что это, не знаем. Кусок какой-то аппаратуры. Да, кусок аппаратуры. Где-то там, говоришь, там год-то ты увидел. А, вот, вот. Вот, да, вот год выбит. Вот такой какой-то кусок, непонятно чего. Ну, естественно, он сделан в СССР. Это карболит. Карболит? Да, это карболит. Видишь, он при нагреве, он раскалывается. Вот, и при этом это пластик. Он тяжелее, он легче, чем алюминий. Он вроде бы пластик, а вроде бы и не пластик. Это, короче, то, из чего делались вот многие советские вилки. А-а-а. Да. Вот карболитовый корпус, тоже от какого-то куска. Ну, да. Вот тут вот кучу. А, подожди, я знаю чуть-чуть. А, что это? Плавкая вставка, это кусок щитка елки распределительного. А-а-а. Понятно. Ну, почему особенного. Я вот решила быстренько приближаться еще вот к этому зданию. Тут вряд ли есть что-то особо интересное. Но посмотрите, все-таки стоит. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Сюда шел вот траншея. Тут вот выкопаны были. Ух ты ж, екарный ты, бабай. Вот это... Ах, еть. Вон там что-то написано. Сейчас я приближу, почитаем. Защитные средства. Перчатки. Очки. Смотри, там остался щит, защитные средства. А вообще тут вот так вот все капитально так затоплено. О-о-о. А вон он. Да. Ну, тут, собственно, остались вот эти какие-то штуки. Ну, да. Вон там, вон, труба. Вон она. Как раз в нее кабель уходил. Вон она. Вся затоплена. Она довольно крупная вообще-то. Вот. Тут еще что-то. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Разъем 380 воль, 25 ампер. А, значит, это то есть питаловая. Подключение насоса. Передвижного НЦС-2. Мощность. Сколько там, 7? Слушай. Это еще и система пожаротушения, либо охлаждения еще могло быть. Тогда понятно, что ее затопило? Водяное охлаждение еще могло быть запросто. Если 80, то есть мы еще две сады были. Друзья мои. Скажите? Я скажу, что межоконаж. Это нормально. В общем, здесь что-то строили и, походу, не достроили. Ну, это уже было не такое капитальное. Оно вон каким-то шифером каким-то обшито. Все. Ну, такое многоэтажненькое и тоже здоровое. Может, тоже, думаю, жилое строили. Ну, вот так прям сильно не достроили. Считай, только каркасы вызвели. Запрещающие плакаты, предупреждающие плакаты, напоминающие плакаты, разрешающие плакаты. То есть, если бы это предприятие работало, хрен бы меня все хотя бы на территорию пустил. А, ну, то есть, посмотреть, как это выглядело когда-то, да? То есть, что это из тебя представляет? Ну, естественно. Чисто исторический интерес такой, да? Пока была воинская часть, да, тут действительно, тут хрен бы тебя все упустил. Ну, хорошо, а какие там, по факту, острые ощущения? Какие-то острые ощущения. Ну, вот мы с вами пришли. Кроме острых осколков кирпичей. Ну, гвоздей. Ну, гвоздей, да. Темно, темно, непонятно, что в этой темноте скрывается. А если включить логику и подумать, что в этой темноте, на самом деле, ничего, скорее всего, не скрывается. Вот, вы. Вот пара людей, которые тут уже так не садятся. Вот, а если ты могла скрываться в этой темноте, ты уже нашла. Это ты имеешь в виду эту парочку, которая приехала? Я не про парочку, которая приехала, а я думаю, это самое, про этих, как его... Ой, что ты там, плащик нашла или кого-то? Плату, ну да. Страшилки любят смотреть. Ну, люди любят смотреть страшилки, потому что в страшилках реально происходит что-то страшное. И это, как это, выброс, выброс адреналина. А я не спрашиваю, что может что-то произойти страшное. Тоже тебе выброс адреналина. Как мы бодро в гордане драпали от этих двух мальчиков. Ну, да, только это были и мальчик, и девочка в итоге. Легуха. Ага, прыгают. Да. Кстати, но, причем вот это здание, оно у меня... Оно у меня вызывает больше доверия, чем вот эта вот усадьба, куда мы ездили в Домодедово. Потому что деревянные перекрытия, это, простите, да еще и в дождь, еще и старые гнилые, это не так надежно, как, простите, бетон. Пускай даже горел. Между прочим, бетон еще и с арматурой с такой нехилой, надо сказать. Потому что, извини, это тот случай, когда строили вот советское, значит, надежное. Да. А усадьба, простите, это лишь бы было красиво, и чтобы там можно было гостей принять. Ну, да. Как выяснилось. Ну, да. То есть, понимаешь, ну, да. Но единственное, что... Ну, только усадьба, она очень быстро из-за этого как раз и разрушится, и поэтому... Да, вот это будет стоять хреновую тучу лет. А это будет стоять хреновую тучу лет, да. И поэтому, так как с той усадьбы, которая там около нас удача, да, никто не знает, как она выглядела, ну, кроме каких-то отдельных, я не знаю, там, краеведов, да, никто не знает, как она выглядела. Она нигде не сохранилась, ее никто не заснял в свое время. Она просто рухнула, и там остались только стены. И то, что у меня осталось в памяти. Слушай, ну, короче, я не знаю. Поэтому по заброшенному усадьбам, ну, как бы исключительно тоже с точки зрения сохранить для потомков. Потомков, в том числе. Слушай, Наташ, у тебя еще остались эти самые эвизуэленты? А то что-то как-то вокруг нас прям облако. Ну, вот сюда есть такое. Они поползали. Смотри, мы прилетели. Ты говоришь, все мокрое, тепло, травка. Живые пюшки. Что вам еще надо? Стретим. Что, им еще надо же, да? Да. Спасибо. Будьте снисходительны. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok